Что делается, что творится, купил билет в Запорожье, сел в самолет, не успели взлететь, набрать высоту, вдруг встает какой-то жлоб, достает дуру и кричит, все, говорит, перестреляю, если не посадите самолет в Италии. В самолете паника, кто глаза закатил, кто под кресло полез, старуха рядом сидела, чуть челюсть не проглотила. Причем чужую. Этот директор самолета выскочил с кабины, с поконей, с поконей, в Италию, так в Италию. Тем более жена давно меня просила купить ей итальянские носки на липучках. Я у бабки спрашиваю, бабуля, что в твое время липучек не было? Она говорит, были, только мы на них мух ловили. В общем, сели в Италию, пока то да сё, мы три дня, как последние дураки по Риму, туди-сюди, туди-сюди, по магазинам, по магазинам, без денег. Старуха эта рядом. Вы слыхали? Башня в пизе накрылась. О, дурная, а! Причепилась, не отходит ни на шаг. Куда я туда, она? Куда я туда? Вы не знаете, где тут ласкало? Где же тут ласкало? Я говорю, откуда я знаю, где ты тут ласкало? Хотя, кого ты ласкала, я догадываюсь. Александра Македонска. В общем, наконец, взлетели, набрали высоту. Тут встаёт ещё один жлобяра, но уже с автомата. Если, говорит, не поставите самолёт в Париж, разнесу её к парижской богоматери. Споконяй, споконяй. Париж так париж, тем более жена давно меня просила купить ей щенель номер пять. Видно, четыре уже сносила. В общем, сели в Париж, пока то до сего. Мы три дня, как последние дураки, по Парижу, туда-сюда, туда-сюда, по магазинам, по магазинам. Без денег. Голодные. Заходим в какой-то буфет. Я говорю, мусе. То есть мужик, ты можешь вообще на советские три рубля дать булочку? Он говорит, на советские три рубля можно дать только по шее. Старуха эта опять рядом. Вы не знаете, и где тут сено? Вот, думаю, да чего проголодалась, а? Бабуля, зачем тебе сено, когда с тебе уже самой солома сыплется? Вреднюшая бабка. Мне тут одна парижская девушка гостя приглашала. Вон ее портрет висит. Такая бедная, бедная, на ней кроме шляпки ничего не было. Так бабка не пустила. Не ходи, говорит, туда, она над тобой надругается. Вот дура, а? У меня в кармане семь рублей с мелочью. За такие деньги надругаться над мужиком может только советская девушка. Говорю этому командиру. Бери шинель, летим домой. Взлетели, набрали высоту. Тут встает моя бабка. Достает с под юбки. Вот что вы думаете, а? Гранатомет. Или в Австралию. Или мне терять уже нечего. Мне восемьдесят семь. Я говорю, а выглядишь на все сто. Опять три дня по Австралии, как последние дураки. У нас одна дама с голодухой прямо на тротуаре в обморок упала. Австралийцы кричат. Воды, воды, воды. Она голову приподняла и говорит, и бутерброд с колбасой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В общем, наконец, взлетели. Набрали высоту. И шо один поднимается? АПЛОДИСМЕНТЫ О! Метра три роста. Ну, думаю, у этого в штанах. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как минимум, ракетная установка. АПЛОДИСМЕНТЫ Не выдержал, схватил бутылку. Она всегда при мне и шерахнет по глобусу. Как раз в районе Череповца. Он брык, аж самолет затрусился. Потом, правда, выяснилось, что он просто в туалет вышел. АПЛОДИСМЕНТЫ Врожье! Врожье! Врожье, гад! Небось, опять какую-нибудь Голландию. Да ты, чудак, в иллюминатор посмотри. Я вниз глянул. О! Со всех труб в черный дым валит. На полях техника не убран, дороги размыло. На горизонте гидростанция полыхает. Родина, здравствуй! Твой сын вернулся. АПЛОДИСМЕНТЫ А что касается любителей полетов, так я так скажу. Товарищ, если тебе бесплатно за границу охота, летай с самолетами аэрофлота. АПЛОДИСМЕНТЫ